Привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Технобар+. Сегодня у нас кратенькое новостное видео, а возможно даже и практическое видео, если будут какие-то кардинальные изменения. О свежем обновлении, которое пришло для приложения под названием VR Pro. Вот таким образом оно выглядит. Это приложение, напомню, для часов DT01. Посмотрим, что же изменилось с приходом новой версии. Кстати, друзья, давайте сейчас посмотрим, из самого приложения возможно ли, собственно говоря, произвести обновление данного приложения. Сейчас попробуем синхронизировать наши смарт-часы, либо смарт-браслет, кому как нравится, друзья. Но вообще, по правде сказать, это больше смарт-браслет, чем смарт-часы. Версия ПО. Написано, установлена последняя версия ПО, но это больше о часах. А теперь давайте проверим, давайте посмотрим сразу же версию, какая это версия программы. 2.4.0 версия. Вот таким образом, друзья. Поэтому сразу же запоминаем. И сейчас будем смотреть, какие придут изменения, либо же не придут. Ну вот, версия. Входим в наш Apple Market управление, доступное приложение, Wear Pro. 6,9 МБ весит эта версия, но разработчик по традиции не предоставил никакой информации. Видите, она все-таки даже больше, чем 6 с лишним. Даже 7,22 МБ. Сейчас установится свежая версия ПО. Посмотрим, какой будет у нее индекс. И, возможно, будут какие-то привнесены существенные изменения. Как по мне, друзья, я все-таки жду, что будет включение функции Always On Display. Причем в том виде, в котором присутствует циферблат, который мы избираем. Так как это есть, допустим, на тех же смарт-часах Huawei Watch Fit 2. Но, друзья, скажу вам так. Кто думает из потенциальных покупателей данных часов DT-01, либо из людей, которые уже их приобрели, и что они приобрели часы с Super AMOLED дисплеем, либо же AMOLED, либо OLED, кому как нравится. Это не так, друзья. Это матрица IPS. И причем IPS еще достаточно такого, скажем так, бюджетного качества. Бюджетное качество почему, друзья? Во-первых, потому что, ну, если хорошо, конечно, всматриваться, присутствует вот эта вот пиксельность, зернистость. Ну, если особо не всматриваться, в принципе, ок. Этой матрице не хватает запаса яркости. И поэтому, кажется, вроде бы как, тут все с этим проблем нет. Но яркости, запаса ей не хватает однозначно. Возможно, это исправит еще с дальнейшими обновлениями. Ну, сейчас вот обновилось наше приложение. Давайте посмотрим, что здесь добавили, не добавили. VR Pro. Сразу сейчас посмотрим, друзья, какая же это версия. Сейчас фотографию так и не добавили, как видите, в программе. 2.4.3 версия. Было 2.4.0. Сейчас это 2.4.3. Какое-то сервисное соглашение. Но это уже было, насколько я помню. Сейчас посмотрим, в основном что-то изменилось или нет. Снова проводим синхронизацию с нашим смарт-браслетом. Итак, друзья, ну, тут ничего не изменилось. В функциях во вкладке еще так и было. Все, не беспокой. Тяжедельный будильник. Напоминание о разминке. Режим напоминания. Все это осталось по NFC. Также все без изменений. Спикерфон понятно, чтобы подключить часы дополнительно, чтобы с них можно было звонить. Мониторинг пульса. Все осталось то же самое. Избранные контакты. Ну, собственно, осталось практически все то же самое. Сейчас синхронизируются данные. Посмотрим, опять, может быть, выпилили камеру. Вот синхронизация данных, как видите, она происходит туже уже. Ну, пока что, я так понимаю, тут надо или часы сами поближе прикладывать, или как-то так. Но синхронизация, видите, да, вот проценты сейчас не бегут. То есть, вот только сейчас побежали проценты. Сейчас синхронизируем наши часики. И посмотрим. Так, камера. Камера. Ок. То есть, все с этим осталось в полном порядке. Вот. То есть, можно сделать, кликнув по вот этому вот аппаратику на часах. И сделается снимок. Так, по циферблатам. По циферблатам, возможно, что-то добавилось. Нет, по циферблатам все осталось по-старому. Ну, хотя, честно говоря, друзья, добавляются с каждым разом какие-то все-таки по чуть-чуть новенькие циферблаты. О них будет отдельное видео. Дабы, друзья, это видео не пропустить, подписываемся на канал Технобар Плюс. Ну, и, собственно, найти устройство. Вибрация довольно-таки сильная. Активация экрана в репароте. Это все осталось, все на прежнем уровне, друзья. Поэтому сказать, что приложение сильно обновилось, я не скажу такое. Но, друзья, я скажу лишь одно, что это за последние три недели, это уже третье обновление. Как вам такое, друзья? То есть, это говорит о том, что компания работает над приложением и вкладывает свои усилия туда. Еще бы пришло обновление конкретно на часы, было бы вообще замечательно и интересно. Но пока что его нет. Скажем так, ожидаем. Друзья, кому понравилось видео, подписываемся на канал Технобар Плюс. Я, как обычно, всех обнял.